друзья всем привет приветствую на канале сегодня утро 11 мая я делаю обрезку обрезку всех цветов вот здесь вот уже вырвала в герани те которые не перезимовали 11 куст не перезимовал а этот уже вот обрезала обрезку сама не показывала видите вот пенек оставила сейчас поставь поставлю на укоренение а этот пока не обрезаю он уже был тут сломан как бы все выношу на улицу сейчас сегодня плюс 22 будет тепло вроде как заморозки ближайшие 10 дней не передают но в крайнем случае буду затаскивать и вытаскиваю вот сюда вот на дек вот но хочу сделать немножко подрезку это у нас гибискус гибискус цветет красными цветами ну и как вы знаете он дает на молодых на молодых но я вот хочу его подрезать вот я делала небольшую подрезку в прошлом году он видите вот была подрезка здесь вот он распушился не вот дал еще веточки но сейчас он хорошо растет три ничего такого на ней нету ну вот так вот посмотреть можно лишнее убрать вот например но вот эту ветку которая растет внутри вот эту и хочу чуть-чуть вот чуть-чуть укоротить хотя можно пока в принципе наверное не укорачивать но от знаете вот зимой же света не хватало и они получается вот листья вот здесь сбросили сейчас он по идее вот здесь почечки набухают он должен выпустить вот видите он все равно выпускает он выпустит можно конечно пока не обрезать оставить посмотреть посмотреть да вот видите вот тут раздваивается в крайнем случае потом чуть-чуть подрезать ну так вот мне конечно хочется допустим вот эту ветку подрезать вот эту хочется и вот эту вот здесь подрезать можно даже поставить попробовать на укоренение не не знаю воду или землю сразу в общем надо посмотреть как сделать лучше но сильно оголять его не буду здесь вот я в прошлом году подсаживала это типа сеткриазия фиолетовая но видимо скорее всего семейство одно и то же но это не сеткриазия ну не фиолетовая она она вот такая зеленая она более вот такая лохматая растет эти как волоски на ней вот вот как солнце тянулось и она довольно таки большой куст получается и здесь еще растет радисканция полида она сейчас модная нот я их сажал потому что их мало было вместе по идее надо бы полида посадить отдельно а здесь вот это заплетет это задавит сеткриазия задавит вот может быть я сейчас вот эту полиду отсюда пересажу а вот эту оставлю и можно ее укоротить укоротить поставить вот эти длинные концы на укоренение на укоренение вот видите вот какое немножко сделать покороче он во-первых боковые ветки даст сейчас выставлю на улице доме конечно очень темно очень ну вот так работу как говорится дальше кстати друзья укоренять буду простой воде и вот я бросаю просто пару угольных таблеток одна уже растворилась вот но вот видите она с этой стороны немножко как бы тоже фиолетовая но она не становится полностью фиолетовой вот и все ставлю где-то на недельку ну максимум на 2 у него будут уже шикарные корешки укореняется она отлично в воде так что проблем нету вот заодно здесь сендапсус укореняется вот он некоторые некоторые уже укоренились но я вот сейчас вместе все в одну поставлю и все через две недели у меня будет обеспечена работой на посадку везде подсаживать чтобы были красивые подвесные кашпо а пока конечно так вид у них дрэков смотрите вот сендапсуса уже какие корни его уже смело можно сажать он уже пускают новые росточки я может быть сегодня уже его куда-то подсажу чтобы он здесь уже не стоял а те которые еще не дали или короткие будут стоять здесь укореняться в этом стаканчике с чистой водой лишние листики обламываю обламываю чтобы они не гнили в воде а угольные таблетки они предотвращают как бы дезинфицируют и вода сохраняется ну конечно она там черная на дне но зато зато не гниет кроме того мы решили с дучкой пересадить вот эти гибискусы вот эти гибискусы и риски это фактически подалека от семян выросли но вот они видите вот они уже цвели в прошлом году первый раз я даже видео снимала прошлом году уже цели первый раз вот сейчас они выпускают уже листочки вот я здесь вот выкопала уже два пересадила вот сейчас вот тот высажу и вот этот высажу а вот это ну как бы сажали специально вдоль дека вот вот это вот все засохшие цветы но не цветы семенные коробочки вот их я тоже буду подрезать но не сегодня эти остаются здесь а вот эти получается они здесь как быть зона папоротников и лилейников и они мешаются они вот тоже начинают расти притенять мешают папоротникам и здесь вот он растет ну вот непонятно где уже как бы не вдоль линии где положено поэтому удаляю сначала хотели срезать просто но решили пересадить их в другое место я вам сейчас покажу в общем как я обкапываю вокруг его сколько смогу корешок как говорится выкапывая какой есть но как получится при живется хорошо не при живется вот ребят друзья посмотрите смотрите сколько молодых молодых вот она растет все из семян сажай не хочу мы не знаем куда это девать не знаем куда это девать поэтому я еще вдоль заборов посажу чтобы у нас были красивые цветочки цветут они два здесь цвета обои сиреневые но один светлый другое такое чуть чуть темнее ну такие светло-сиреневые сорта ладно пересаживаю дальше вот выкопала я гибискус так смотрите ну корневое вот как смогла откопала вот она ну нормально вот а здесь я сейчас сделаю подрезку он довольно таки высокий я вот на этих вот развилках вот здесь развилка укорочу вот я прошлом году обрезала а нет это позапрошлый вот в прошлом и он на концах уже цвел цветет гибискус на молодых побегах вот но чтобы лучше приживался я его сейчас обрежу чуть-чуть чтобы меньше тяну больше в корень шло все делаю обрезку ямки я не могу большие выкопать потому что смотрите друзья все в корнях все в корнях здесь же растут вот такие большие деревья вдоль забора да вот это вообще огромное вот этот еле посадила там такие он смотрите какие корни перерубала здесь еще мама как говорится сделала прилунок залила все вот видите тоже все все укоротила вот вот это тоже вот этого был большой корень здесь даже у меня прилунка фактически не получилось пришлось насыпать кучей потому что был у самого этого глубокий корень у гибискуса вот но в принципе гибискусы довольно таки живучие раз размножаются быстро но думаю но не получится если пропадет у меня этой как говорится падали кидевать некуда поэтому вот так вот сажаю вдоль забора здесь вот хоть и деревья большие но здесь солнечно и буду обрезать где-то на уровне забора но может сантиметров 50 сейчас вот как она есть в дальнейшем сантиметров но может быть 50 не выше чтобы они здесь вот здесь более-менее солнечно и будет больше цветов он не любит тень он любит солнце он любит солнце солнце вот здесь вот более-менее солнечно здесь сажаю все и вот смотрите там я даже выкопать не могу вот какой корень я вот его как могу вот так конечно сейчас сделаю прилуночек так как смогу буду заливать буду заливать каждый день он любит попить гибискус что садовый что домашний домашний сильно любит попить вот у нас есть красными цветами но как говорится что будет все сажали бы так хорошо поливаю прям сильно сильно поливаю вокруг потому что стояла вода здесь еще раз по кругу пройдусь я уже как бы его поливала здесь вот тоже уже болото развела но послезавтра дочь передают здесь вагаю довольно часто дожди и бывают большие ну вот здесь вот конечно вот это вот меня переживаю больше всего за это что у него здесь и ямку большую не вырышь вот так вот тут из заборчика три штучки между большими деревьями посадила ну дай бог что все теперь прижилось ну вот на этом наверное сегодня я посадки закончу 3 мне еще 4 надо пересаживать вот в этом пролете я наверное уже насажу маленькие видите здесь солнышко солнышко вот здесь вот и будет вот так вдоль соседского забора расти гибискус садовый сирийский ну садовый сирийский на этом все друзья наверное хватит на сегодня перерывчик пока пока